Вот так. Элизавета, я не знаю, что это стало, что сказали Пани. Были, например, сооружения, именовавшиеся пирамидами. Мой старый Чернолаковый на плечный патронтаж, и был некто, именовавшийся Шекспиром. Вас, конечно, не обременили всеми этими наименованиями. Просто стыдно девать мой Чернолаковый. Таковы-то имущества подданы на лучшего образования. Обчинки не стоят починки, обчинки не стоят. В дату выпуска первой модели Т, Господом нашим Фордом, я уже чуть не три месяца прошла. Избрали начальные даты новой Э. Чем старые чинить, лучше новое купить, чем старые. Как я уже упоминал, было тогда нечто, именовавшееся христианством. Лучше новое купить. Мораль и философия недопотребления. Люблю новое носить. Люблю новое носить. Люблю была существенно необходимого времена недопроизводства. Но век машин, в эпоху, когда люди научились связывать свободный азот воздуха, недопотребление стало прямым преступлением против общества. И неудея на ипоста подарит. У всех Христос имели вверх. Преобразовались знаки Т. Было тогда некое понятие, именовавшееся Богом. Это настоящий искусственный сапьян. Теперь у нас мировое государство. И мы ежегодно празднуем День Бога. Мы устраиваемые трапезы на слове, исходки и веки. Господи, как я их ненавижу, ты уверен. Было нечто, именовавшееся небесами. Но, тем не менее, спиртное пили в огромном количестве. Как дни, как кусок мяса. Было некое понятие душа, некое понятие бессмертия. Пожалуйста, узнали, Генри, где он его достал. Но, тем не менее, подъявляли морфию и кокаин. А хуже всего то, что она и сама думает о себе, как о русских мясах. В 178 году в Айфорде были соединены усилия и финансированы изыскания двух тысяч промокологов и биохимиков. Ах, мурый у малого лица, сказал помощник предупределителя Кирмута Гады. Через шесть лет был налажен уже широкий выпуск. Наркотик получился идеальный. Твоих подразделили. Успокаивает, дает радостный настрой, вызывает приятные галлюцинации. Хмуримся, Дарья, хмуримся. От хлопка по плечу Бернард сдрогнул, поднял глаза. Это Генри Фостер, скотина, поднял. Грамм сонный принять надо. Все плюсы христианства и алкоголя и ни единого их минуса. Убил бы скотина. Но вслух он сказал только. Спасибо не надо. И отстранил потенки в таблетке. Захотелось. И тут же устраиваю себе сону-отдых. Отдых от реальности. И голова с похмелья не болит потом. И не засорена никакой мифологии. Дабериды, не оставая дабериды, это практически обеспечивая стабильность. Сомы грамм и нету грамм. Чем-то не помощник предопределителя и скалазе гипнофедической удовольствия. Оставалось лишь победить старческую немощь. Так отечество от меня взорвался дабериды. Скажи, пожалуйста, какие-то горячие. Актер теперь остается на протяжении жизни неизменным. До темноты успеть сыграть два круга вольфа. Скрепляться с ними. Надо лететь. Работа, игры, 60 лет нашей силы и склонности, те же, что были в 17. В недобрые прежние времена старики отвлекались от жизни. Уходили от мира в религию, проводили время чтений, раздумывали, сидели и думали. Идиоты, свиньи, повторял пресс-бердер, идя по коридору к лифтам. Теперь же настолько шагнул прогресс. Старые люди работают, совокупляются. Беспрестанно развлекаются. Сидеть и думать им некогда и недослух. А если уж не повезет, и в сплошной череде развлечений обнаружится разрыть проселенным, то есть всегда есть сома. Сладчайшая сома. Принял полграмма и получай небольшой сомоотдых. Принял грамм, нырнул в сомоотдых вдвое глубже. Два грамма несут себя в грезы роскошного востока. А три умчат к луне на блаженную темную вечность. А возвратясь, окажутся уже на той стороне России. Смотрел твердые и надежные почвы ежедневных трудов людей. Снова резал порхальщик от ощущалки к ощущалке, от одной упругой девушки к другой, от электромагнитного вольфа к... Уходи, девочка. Прикликнул директор Сердита. Уходи, мальчик. И видите, разве что мешаете его пардейшеству. Найдите себе другое место для эротических игр. Бедный дед, посочувствовал главным политикам. Величаво, медленно, под тихой бум машин продвигались конвейеры на 33 сантиметра в час. Мерцали в красном сумраке бесчетные рубины. Глава четвертая. Лифт был заполнен мужчинами и зад по раздеванию. И Линаину встретили дружеские, дружные улыбки и китки. Ее общество любили. Почти со всеми с ними, с одним раньше, с другим позже, провела она ночь. Милые ребята, думала она, отвечая на приветствие. Чудные ребята. Жаль только, что Джордж Эдзилл был паух. Быть может, ему крошечку лишнего впрыслили гормона пара щитовидки на 328 метре. А взглянув на пианито Гувера, она от него не вспомнила, что в раздетном виде он право, че из чего ушло лоса. Глаза ее чуть погрустнели при мысли о чернокудрявости Гувера. Она отвела взгляд и увидела в углу щупую фигуру и печальное лицо Гернольда Маркса. «Гернольд?» Она подошла к нему. «А я тебя ищу». Волосы раздался звонко, покрывая ему день скоростного, идущего вверх к лицу. Мужчины с любопытством обвинулись. «Я насчет нашей экскурсии в Нью-Мексико». Уголком глаза она увидела, что Генито Гувер удивленно открыл рот. Удивляется, что не с ним горю желание повторить поездку, подумала она с легкой досадой. Затем вслух еще горячее продолжала. «Прямо мечтаю слетать на недельку с тобой в июне». Как бы ни было, она открыто демонстрирует сейчас, что не верна Герне Фостеру. На радость Фанни, хотя новым партнером, будет все же Гернольдом. То есть, Ленина подарила Гернольд ту самую челующую, многозначительную из своих улыбок. «Если ты меня еще не раскател?» Бледные лица Гернольда завелась красным. «Счелованная». Подумала она озадаченная и в то же время тронутая этим странным свидетельством силы в ее час. «Может, нам бы об этом потом, не сейчас?» Прабраматалон запитался от смущения. «Как будто я что-нибудь стыдною сказала, не волновала Ленина. Так сконфузился, то есть не опозволила себе непристойную шутку. Спросила, кто его мать или тому подобное. Не здесь, не при всех он смог, совершенно потерянушись. Ленина рассмеялась хорошим искренним смехом. «Какой же ты потешеный!» Сказала она, души веселясь. «Только, по крайней мере, за неделю ты не придешь меня, ладно?» Продолжала она, смеявшись. «Ну ведь, в синей тихоокеанской полетели. Она в чайных киевской башне отправляется. И лепестер не успел, если вернет ответить, но лепестер остановился. «Крыша!» И обнялся на кучи глазок. Лепестер откружила обезьянно подобное существо, одетая в черную форменную пусту, лепестером полукрасилки. «Крыша!» Лепестер распахнул дверцы. Глаза ему удали на сияние погожего летнего дня. Он слепенился, замажал. «О, крыша!» Повторил он, восхищенно. Он как бы очнулся внезапно и радостно от глухой мертвящей спячки. «Крыша!» Поднявшись в свое личико к лицам пассажиров, он заулюбался с каким-то собачьим обожанием и надеждой. Те вышли из лифта, переговариваясь и смеиваясь. Лепестер глядел и не смеялся. «Крыша!» Произнес неупрочительно. Тут послышался звонок. Из потолка кабины, из динамика, зазвучала команда, очень тихая и очень поверительная. «Спускайся вниз!» «Спускайся вниз!» «На девятнадцатый этаж!» «Спускайся вниз!» «На девятнадцатый этаж!» «Спускайся!» «Затем на голубые грязи!» «Затем на грязи!» «Затем на грязи!» «Праснота какая!» Волшина слегка отражалась!» «Она улыбнулась незадушевно, понимающе!» «Погода просто идеальна для Гольфа!» «На девятнадцатый этаж!» «А теперь, Дэннет, мне надо лететь!» «Еме сердце, когда я заставляю его шла!» «Значит, сообщишь мне заранее, а дальше поехали!» «На девятнадцатый этаж!» «А раздался за спиной у него громкий и жизнерадостный голос!» «Дэннет вздрогнул, оглянулся!» «Над ним тияло красное, щекашкое лицо Бенито-биле!» «Буквально училось дружелюбием и созвречности!» «Бенито славился своим добродушием!» «О нем говорили, что он мог бы хоть всю жизнь прожить без сон!» «Ему не приходилось, как другим, выжить в приступы дурного или злого настроения!» «Для Бенито действительно всегда была солнечная!» «А пневматично жуткая!» «Но послушай!» «У тебя вид какой хумурый!» «Таблетку сломан, вот что тебе нужно!» «И справа в карман блюк, он извлек флакончик!» «Сома, грамм и нету др...» «Куда же ты?» «Но вошел Бернард, островнившись, торопливо шагал уже прочь!» «Бенито поглядел вслед, подумал озадаченно!» «Что здесь спорных, Дариса?» «Покачал головой и решил, что Бернард бы прям, пожалуй, убили спирту в крови заменителей!» «Бедно повредили мозг, бедняки!» «Он спрятал сон, достал прачку жевательный секс гормональной резинки, к сону при кете к защику и неторопливо двинулся к ангарам, жуя на ходу!» «Фостеру выкатили уже из ангара эртоплан, и когда Линаина подбежала, он сидел в кабине, ожидая. Она села рядом. На четыре минуты опоздала, кратко констатировал Генри. Запустил моторы, включил верхние винты. Машина взвела вертикально. Генри нажал на акселератор. Будение винтов из густого шмелиного стало осиной, истончилось затем в комарийный писк. Токометр показывал, что скорость подъема равна почти двум километрам в минуту. Клон шел вниз, возвращаясь. Еще несколько секунд, и огромные плосковерхие здания обратились кубистичному...